Шесть моечных ванн вместо двух теперь норма для краснодарской фабрики, а надо было предпринять несколько простых на первый взгляд мир, обучить менеджеров, научить рабочих разбираться в схемах и хаотичную ходьбу от станка к станку упорядочить. В итоге время на сборку одного аксессуара сократилось в 20 раз. У нас рационализаторы внутри компании очень сильно развиваются. У нас больше 100 предложений уже в этом году по улучшениям. Это, можно сказать, внутреннее рационализаторство. Люди вовлекаются в решение проблем. И, конечно же, благодаря людям мы это все делаем, нашим сотрудникам, которые обучены нашими внутренними тренерами. О том, как убыточное производство стало передовым, сотрудники предприятия рассказывают губернатору. Вениамин Кондратьев познакомился с результатами нацпроекта «Производительность труда». Мини-выставку организовали в «Точке кипения хай-тек» в центре, созданном для того, чтобы на действующем производстве обучать тех, кто еще не повысил свою экономическую эффективность. Спасибо за вашу активность, неугомонность и смелость. Потому что проще ничего не делать, проще плыть по течению, проще искать себе оправдание. Намного сложнее обратно себе решение и ответственность за результат. Вот этим все вы отвечаете. Знаете, я уверен, что будущее экономики регионов очень успешное. Уверен, даже не сомневаюсь, потому что у Кубани есть такие, как вы. Кроме роста экономических показателей и отдельных предприятий края, в целом новые технологии, внедренные на заводах, влияют и на другие сферы жизни. Более качественную продукцию стали получать как коммерческие предприятия, так и социальные объекты, например, школы. Плиты тоже это тоже для школьных пищеблоков. Не только линии раздачи, а плиты тоже. Еще раз подчеркиваю, вот об этом мы сегодня и говорим. О возможности того, чтобы качественным оборудованием, качественным своим оборудованием, которое производится у нас в регионе, мы обеспечили в том числе и не только школьные пищеблоки, а в целом, в том числе и наш общепит. Полностью весь общепит. Потому что плиты высокого качества, они хорошего качества. Но, конечно, они могут быть и не только в школьных пищеблоках, в ресторанах, в столовых, во всех объектах, в том числе, сатонно-бородного комплекса. Это всегда очень важно. Это очень важно, чтобы вы имели эту возможность. Имели эту возможность. И мы эту возможность вам должны предоставить. Краснодарский край еще в 2018 году стал пилотным регионом нацпроекта «Производительность труда». Сейчас в нем участвуют уже 130 предприятий промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и торговли. Как результат, они значительно сократили время производства продукции, увеличили выработку и подняли выручку. Теперь следующий шаг. На базе одного из кубанских предприятий открывается первая в России точка кипения «Хайтек». Это событие Вениамин Кондратьев назвал значимым для региона. Ведь площадка создана для совместной работы сотрудников разных производств края. Здесь, что называется, без галстуков. Они будут вести диалог и приходить к новаторским решениям. Подсмотреть опыт, да, можно. А сказать формулу своего успеха – вряд ли. Но, по-честному себе говорить, ориентироваться в среде, потому что туда придут, и если точка кипения на самом деле станет очень серьезно востребованной. То есть, вот это и посмотреть на своих конкурентов, и почувствовать, где ты отстаешь, и что нужно сделать, чтобы не отстать. А если там еще будет инновация. И вот кто первый схватит эту инновацию, вот это самое новаторское решение, значит, они еще прибавят в развитии, а кто не схватит, они отстанут в конечном счете. Вот точка кипения. Она позволяет быть всегда в тренде. Всегда держать руку на пульсе. Коллеги, сегодня мы делаем все в крае, чтобы вам было выгодно, выгодно. Бизнес не нужно учить зарабатывать. Вы без нас понимаете, и этого, это хотите. Но вот площадка, которая вам позволит это сделать, это точка кипения. Одна из площадок – точка кипения. Воспользуйтесь ей, воспользуйтесь этой площадкой. Поверьте, ощущение уже в рынке будет совсем другим. Это возможность человека удариться, замкнуться, пообщаться, вместе поколлаборировать с огромным количеством аудитории, которые мыслят похожим образом, но находятся из другого сектора. Вот Дмитрий говорил, Андрей Песков еще раз, да, про горизонтальное перемещение. Здесь тебе и горизонтальное перемещение, здесь тебе и возможность общаться с стартапами и применять все технологии, которые тебе нужны. По сути, Краснодарский край снова первопроходится. И уже скоро нашему примеру последуют другие регионы страны. В планах открытие еще 15 промышленных точек кипения в разных уголках России. Это действительно первая, как мы шутили, первая в мире, точка кипения хай-тек. Но, по сути дела, тут не то, чтобы мы обсуждали важность открытия в дальнейшем, у нас есть четкий план по их открытию. Вот в этом году их 15 штук будет открыто по России. В Краснодарском крае точка кипения хай-тек будет только одна, в этом году, по крайней мере. Но в следующем году мы будем проводить новые отборы, и предприятия могут заявиться. Соответственно, в том числе мы делаем вот это открытие для того, чтобы все могли поучаствовать, посмотреть. И уже, так скажем, сделали первый шаг, сразу же привыкли пользоваться этим. Только опережающий рост производительности труда сможет обеспечить региону конкурентноспособность и прорывные темпы развития экономики. И новая площадка в том числе должна поспособствовать этому. Мы понимали еще тогда, когда только начинали, что нам необходимо собирать сообщество энергичных, неугомонных бизнесменов на какой-то площадке. И там они будут обогащаться какими-то идеями, решениями, инновациями и обмениваться вот этим всем. А это что такое? Еще сточеркнуваю, это эффективность производства и в целом производства и в целом предприятий. Вот и все. Поэтому мы пошли на точку кипения хай-тек первыми, для того, чтобы мы не отстали в экономическом развитии, а возглавили экономическое развитие. До конца этого года на базе центра организуют обучающие программы, где будут готовить команды так называемых рационализаторов. Открытые лекции и дискуссии будут посвящены высоким технологиям, которые поспособствуют прорыву на производствах края.